Друзья, те люди, которые нас окружают, близкие, далекие, прохожие, с которыми мы имеем дело, ведь живут в нашей голове. Вот такие виртуальные воображаемые объекты. Мы имеем о них какое-то представление. Строим мы их модели поведения, но часто ложные, надуманные. И вот наш неокортекс, наша дефолт-система заселена этими моделями людей. Ну а модели-то адекватные? Мы ошибочно принимаем вот эти модели за тех реальных людей, которые нас окружают, а это не совпадает. Он далек, реальный человек, от нашего представления, потому что мы о нем судим по каким-то двум-трем характеристикам. Много мы знаем про поступки его, про его привычки, какие-то зависимости, про его убеждения. Какие мысли браздят его просторы мозга. Но мнение у вас уже сложилось. И вот вы во власти своего представления выстраиваете отношения, и эти отношения не выстраиваются. Вот отсюда нас интересует, а как научиться правильно выстраивать отношения с этими моделями, которые у нас в голове. Они же взаимосвязаны друг с другом, с нами. И эта взаимосвязь настолько сложна, что в ней нужно разбираться. А я вам помогу разобраться. Мы попробуем выстроить вот эту карту реальности в нашей стае. Для этого мы будем делать некие такие задания, выполняя моделирование поведения тех или иных людей, близкого окружения, далекого или просто даже прохожих, как говорится, кто в подъезде встретит. Вот это и называется отражение реальности, в которой мы можем проложить нашу лоцию, наш путь. И эта лоция не задана какими-то мистическими потусторонними силами. Люди живут своей жизнью, наполнены своими задачами, своими проблемами, своим воспитанием, своими убеждениями. И они как-то взаимодействуют. И мы влезаем в эту толпу, в эту стаю и хотим занять какое-то место. Это важный момент. Занять место в иерархии этой стаи. Но мы тут ищем. Дайте нам гороскопы, которые нам подскажут, где наше место. Когда вы так задаете вопросы гороскопам, картам, я вам сразу отвечу. Ваше место? У? Да, параш. А когда вы, понимая, как устроено ваше окружение, какие живые люди со своими проблемами, задачами вас окружают, когда у вас есть нормальная, адекватная карта отражения этой своей стаи, то тогда вы сможете проложить лоцию между Ссылой и Хариброй. То есть вы можете пройти в тех местах, где много подводных течений, много разных препятствий. Их нужно нисколько даже преодолевать. Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Вот поэтому нам важно построить свою карту реальности в стае, в социуме. Пишите мне на почту заявку. Я вам дам кое-какие алгоритмы. Смотрите на моем канале. Вообще обращайтесь ко мне по скайпу, и мы тогда сможем разобраться в этой стае и найти свое место. Место мы ищем в силу своих способностей, умений, хитрости, в конце концов, учитывая интересы других людей. И тогда будут и овцы целы, и волки сыты. На связи, друзья мои.